давайте рассмотрим как можно сделать один из вариантов плетеной многоярусной фруктовницы нижнюю тарелочку я сплела примерно на половину это 10 сантиметров в диаметре пока этого мне будет достаточно на 16 стоек центральная часть дальнейшем буду называть ее ось на которой будет держаться вся конструкция мне сегодня это ножка от пластмассовой этажерки этот предмет может быть любым самое главное чтобы он был ровный вот что я сделала сплела косичку из восьми трубочек из которой сделала ручку предварительно обкрутила ее проволокой туда и обратно закрутила вставила внутрь и продела в отверстие которые проколола горячим шилом затянула ручку внутрь как следует закрутила и сейчас буду ее обвивать буду вам показывать как это делать сначала откусим лишние концы проволоки они нам больше не нужны и начинаем обвивать с самого верха чтобы закрыть вот проволоку которую видно у вас может быть какой-то другой вариант ручки это не аксиомы совершенно не обязательно делать именно так и вот так до самого низа обвиваем следим за стыковкой трубочек потому что все это будет на виду и желательно конечно чтобы стыковка была незаметной ну это довольно простая операция задерживаться долго я на ней не буду вот так плотненько самое главное из-за чего мы это делаем из-за того что у нас цвет вот этой ножки он конечно не подходит нам вот что получилось вот это можно сделать не обязательно так как сделала я можно как-то по-другому декорировать ее и нужно будет основание вот из-за чего она будет стоять ровно и не будет корениться ось я имею ввиду вот из-за этого пьедестала так назовем его склеена основание из кружков разного диаметра из гофрокартона будем оплетать чуть выше поэтому я вот так не до конца обкручивала вот сейчас все нам нужно это склеить и предварительно я одену резиночку она мне в дальнейшем пригодится для того чтобы не держать стойки под резиночку буду их подсовывать потом мы ее обрежем и просто выбросим и сейчас будем склеивать конструкцию подсовывать и 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 Субтитры сделал DimaTorzok Если вы помните, я говорила, что тарелочку нижнюю я плела на 16 стойках. И сейчас ровно такое же количество мы добавляем для того, чтобы сплести основание. От плетения тарелочки у меня остались рабочие трубочки. Сейчас я их наращу и буду продолжать дальше работать. Вот этот ряд первый, он у нас принадлежит тарелочке. Основание само мы будем оплетать чуть позже. Ставим дополнительные трубочки между трубочками от тарелочки, соблюдая ровное расстояние, ровно посередине ставим. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok И сейчас добавляем трубочки для того, чтобы оплести основание. И начинаем оплетать. Я сокращаю некоторые понятные операции, чтобы слишком не затягивать видео. Здесь я уже доплела почти до верха и скоро буду объединять трубочки-стойки по две. Плести уже довольно сложно. И сейчас начну по две их объединять. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Я доплела до определенной высоты. По две стойки через одну опустила вниз. Я их тут немножечко намучила. Конечно, не обращайте внимания. Вид у них уже такой потрепанный. Правую стойку я удаляю сейчас. Решила сделать самую простую операцию. Я буду вот так через одну опускать их вниз. Потом обрежу. Вот таким образом. Потом отрежу вот так параллельно. Вы можете это сделать как-то по-другому. Это не принципиально. Я на некоторых фруктовницах вообще по-другому делала. Просто обрезала и обматывала верхний срез. Подтягиваю. И откусываю параллельно верхние трубочки. Конечно, немножечко нужно поправлять, чтобы концы так явно не торчали. Потом я все подкрашу, поправлю. Их совершенно не будет видно. Вот основание мы сплели с вами. Можно приступать ко второму этажу. Я сделала вот такое приспособление из ведерка. Тут видно, как оно сделано. Разрезала одну сторону. И очень удобно им пользоваться. Вот так надеваем. Устанавливаем резиночку на уровне второго яруса. И пока приспособление мы убираем. Ставим все те же 16 стоек. Мы потом их, конечно, поправим. Сейчас особо за этим не следим. Наношу бутылку. Наношу под трубочки клей. Особой аккуратности такой не требуется. В дальнейшем увидите почему. Самое главное, чтобы он там был. Прямо под резинкой плотно обкручиваю проволокой. Хорошо затягивая. Лишние концы откусим сейчас. И сантиметра через два чуть ниже. Второй ободок из проволоки сделаем. Точно так. Я отвернула наверх стойки. Закрепила их резинкой. Сейчас буду плести такое небольшое основание второго этажа. Или второго яруса. Ну, в любом случае, то и другое правильно. Смотрите, сейчас уже совсем не видно клея. Он у нас остался под трубочками. Плетем довольно плотно для того, чтобы скрыть проволоку. Кстати, могла быть и не проволока, а, допустим, какая-то суровая нитка. Не имеет значения. Вот так плетем до второго ряда проволоки. Этого нам будет достаточно. Я доплела до верха. Поставила приспособление, отвернула все стойки вниз. Точнее, в горизонтальную плоскость. Сейчас плету на верхних стойках один ряд, захватывая по две стойки. Сейчас доплету вот этот ряд и буду прихватывать еще снизу по две стойки. Впрочем, сейчас на видео все будет понятно. Получается очень прочное основание второго этажа. Субтитры подогнал «Симон» 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 «Симон» Субтитры подогнал 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 «Симон»